Потому что по-другому я вот, я просто не знаю. Давайте я буду следить за развитием всех этих событий, давайте там сделаем то, давайте там сделаем это. Потом рассказал про то, что Ревент РП вроде как настала какая-то, знает, такая полнейшая. Не думайте, что мы собрали донаты там и сделали вот это вот. Ещё, возможно, кого-нибудь закупать. А сам же разработчик, сам же уничтожил. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризоны РП. Вся дополнительная информация в описании. Знаете, в чём проблема? Проблема в том, что подводки в моих выпусках новостей, вообще, знаете ли, в моих видеороликах, они стали до безумия банальны. То есть человек, даже не заходя на видеоролик, может примерно догадаться, что тут будет происходить первую минуту. Может быть, две минуты, может быть, даже три минуты всё это будет происходить. И, понимаете, исходя из всего этого, человек понимает, что вот он сейчас зайдёт, будет что-то выслушивать, будет пытаться что-то понять. По итогу нихуя не поймёт, по итогу забьёт на всё это хуй, выйдет с ролика, удержание собьётся. И, в общем-то, полная катастрофа из всего этого. И в данном видеоролике, вы знаете, наверное, данный видеоролик, он будет состоять целиком и полностью из вот одной только лишь подводки. И под конец я скажу вот то, что вы, наверное, и хотели услышать от меня. Потому что, по-другому, я вот, я просто не знаю. Дело в том, что не так давно я начал выпускать ролики касательно проекта от Riven TRP, Redfire, который, там, знаете, уже давно анонсировался. Которые они уже давно хотели выпустить, которые они давно уже хотели продемонстрировать и сделать с ним все прочие вещи. И вот они, там, знаете, начали закупать рекламу, начали делать какие-то посты. Они вроде как начали писать и вот там всё вот это вот прочее делать. И всё дело в том, что, оказывается, я, наверное, плохой журналист. Я, наверное, плохой, вот, знаете, вот этот вот рассказчик новостей. Потому что обычно я проверяю информацию в каких-нибудь, там, знаете, журналах по типу Самворлда, Рукстар Бомбит, Лайф Самп, какой-нибудь, допустим, Лайф Мобайл. И вот все вот эти вот прочие журналы, то есть самые популярные, которые вот они есть. В них я пытаюсь проверять всю вот эту вот информацию. И вроде как про Redfire они писали, то, что он будет открываться, то, что вот там всё у них будет. А вроде как нормально. И я обо всём этом, разумеется, рассказывал. То, что вот, они там открываются, как у них там чё будет, непонятно. Ну, давайте посмотрим. Давайте я буду следить за развитием всех этих событий. Давайте там сделаем то, давайте там сделаем это. И вот так далее и тому подобное. А потом, оказывается, что 9 сентября Redfire закрылся на доработку, на переработку, на все вот эти вот, знаете, прочие вещи. И я вот, по сути, должен был в тот же самый момент, 9 сентября вот начать про всё это рассказывать. Просить все дела. Сказать, мол, знаете, ну я же говорил. Я же вроде как говорил. И даже если я не говорил, то я думал обо всём этом. А даже если вы вот не думали о том, что я мог об этом обо всём подумать. То, разумеется, вы, наверное, не уфаги, которые особо не следят за моим каналом. И которые вообще не знают, кто я такой. Чем я знаменит. Что я вообще такое, знаете ли, делаю. Что я из себя представляю. И всё-всё-всё прочее о всех вот этих вот, знаете, форматах. Но тут всё произошло немного по-другому. Обычно я вот, ну, как бы пытаюсь сам, если я где-то вот не вижу какую-то новость. Что-то вот такое, знаете, не вижу. Не думаю вообще обо всём этом. Я пытаюсь вычленить новость от кого-то из других источников. Да, зайти, допустим, в какой-нибудь блог разработчиков Advanced Roller Play. Там что-нибудь подсмотреть. Зайти там, я не знаю, посоветоваться с кем-нибудь, я не знаю, ютубером. Сделать прочие вещи. Посмотреть, возможно, какой-нибудь ролик у ютубера на какую-то определённую тему. И вот по этому поводу тоже как-то высказаться. И вот тут, понимаете ли, в чём дело, я как-то на всё это подзабил. То есть я рассказал о том, что там был Redfire. И то, что он открылся. И то, что он вроде как функционирует. Потом рассказал про то, что Revent RP вроде как настала какая-то, знаете, такая полнейшая пизда. Полнейшая жопа. И вообще непонятно, что со всем этим будет. И вроде как забил. Потому что больше новостей про Revent RP. В частности, про Redfire я вообще не видел. И даже не думал, что вот нечто подобное может быть. А оказывается, зря. Потому что 9 сентября ВИЗ или кто-то другой там из вот этой вот его всей команды. Он накатал пост о том, что банда, все прочие чуваки. Мы это сделали. Мы открылись. Мы там сделали всё вот это вот прочее. Но, к сожалению, сейчас мы должны закрыться на переработку, на доработку, на все прочие вещи. Не думайте, что мы собрали донаты там и сделали вот это вот прочее. Просто сейчас нам нужно там, знаете, подумать. Обдумать всё это. Мы обязательно откроемся ещё раз. Откроемся с новыми силами. Мы закупим ютуберов, сделаем какие-то вот эти, знаете, прочие, возможно, вещи. И всё у нас будет хорошо. Вы будете играть. Мы будем получать донат. Мы будем делать на всём этом обновление. На всём этом, там, я не знаю, закупать ютуберов. Ещё, возможно, кого-нибудь закупать. Может быть, какие-то промо. Может быть, ещё вот эти вот все материалы мы будем делать. И вот так далее. Лично для меня это такой, знаете, стандартный текст. Из-за того, что там написано много, это так, знаете, вот ты пока читаешь одно, ты забываешь о чём было другое. И вроде как в конце ты приходишь к тому, что, ну, вот Redfire, ну, вот они вроде как сказали же, что откроются ещё раз. Ну, значит, наверное, откроются ещё раз. Но дело в том, что Redfire, он буквально, знаете ли, убил. Он буквально уничтожил, как не уничтожал его какой-нибудь Владислав Павлов своими вот этими заказными видеороликами. Вот этой вот всей чернухой, вот этой вот всей джинсой, то есть вот, ну, просто сам же разработчик, сам же уничтожил своё вот это вот детище, свой вот этот вот проект. Ему никто не помогал. Даже Владислав Павлов ему во всём этом не помогал, потому что когда Владислав Павлов начал делать всю эту хуйню, начал всё это творить, вот это вот, всё, все прочие вещи делать. Вот тогда-то, знаете, так, репутация Ревент РП немного подшатнулась. Онлайн, так знаете, упал, но там были ютуберы, которые весь этот проект защитили. И, в общем-то, он выкарабкался из всего этого. И теперь, знаете, так более-менее стоит на Олимпе. А вот сейчас, ну, знаете ли, в чём дело? Открылся Red Fire. И все на него вроде как хотели зайти, хотели там поиграть, хотели вроде как словить какие-нибудь бизнесы, сделать все прочие вещи. Может быть, там, я не знаю, поиграть и реально вот начать новую свою жизнь, новую свою вот эту вот игру всю сделать. И поначалу-то онлайн был нормальный. Но потом всё вот это вот как-то скатилось. Чуваки такие, типа, ой, да у нас там, знаете, обучение началось, учёба, все прочие вещи. Школа, колледж, там, не знаю, универ, ПТУ, все прочие вещи. Да и кому это, в общем-то, сейчас надо во время всего этого учебного года? И, разумеется, онлайн начало стремительно падать. И, разумеется, там начали, ну, как лично я понимаю, находиться какие-то баги. Там кому-то, возможно, скины не нравились, как вот Данил Герар сказал в своём обзоре. А некоторые люди, возможно, всё это подхватили и сказали, вот скины-то реально, чё-то вот они какое-то говно, чё-то вот и нереально какая-то залупа, какая-то хуйня. И, возможно, смотря на всё это, разработчики такие, типа, блять, ну вот чё-то мы в самом деле, наверное, сделали не так. И, наверное, нам всем нужно уйти сейчас на доработку, на переработку и на все вот эти вот прочие вещи. А после доработки, после переработки, после прочих вещей мы, разумеется, вернёмся и всё у нас будет нормально. Только вот как они вернутся, если сейчас вот деньги, которые, допустим, задонатили, они, там, знаете, проебут куда-нибудь, допустим, на оплату Ревент РП, допустим, на ещё какие-то вот эти вот все прочие вещи. И вот такая вот, знаете ли, пизда вся и будет. А если говорить о ситуации на Ревент РП, то онлайн, насколько лично я понимаю, если верить мониторингу сайта, если верить всем прочим вещам, то онлайн не поднимается выше 50 игроков. Как так вышло? Ну, если честно, ну, можно сказать, можно сделать какие-то выводы, можно, там, знаете, как вот это вот весь, как вот эти вот все малолетние дебилы сказать, ой, да вы знаете, всё это из-за Redfire, или, там, знаете, ой, да всё это из-за админов, ой, да всё это из-за создателя, из-за разработчика, из-за основателя. Разумеется, у него, так знаете, ну, у него есть за ним некий грешок, за ним есть некая вина. И, разумеется, он ко всему этому убийству, ко всему этому уничтожению приложил свою руку. Но вот зачем нужно было закрывать Redfire? То есть сейчас и так у Redfire аудитории не было, а ты его сейчас закрыл, аудитория такая, типа, блять, Redfire, ну, вроде как чё-то было, вроде как я чё-то помню, там, Red, чё-то Fire, Красный, Огонь, чё-то там было. Но по итогу, когда будет всё это переоткрытие, когда будут все вот эти вот прочие вещи, все уже забудут о том, что такой проект существовал, да и Redfire к тому времени, я думаю, там, знаете, будет 2-3 человека на нём играть. И, в общем-то, всему этому придёт кромешная пизда. Однако, вы можете поделиться своим мнением в комментариях, чё там, как и где, как лично думаете по поводу всего этого вы. Извиняюсь за то, что новость вышла так поздно, но, как говорится, лучше поздно, чем через 100 лет, или через 50 лет, или чем никогда. Поэтому, в общем-то, ладно, я играл на проекте Arizona Ruliply Phoenix, IP, а также мой никнейм Данте Коннор находится в описании данного видеоролика. Там же находится мой никнейм Данте Коннор, там же находится мой никнейм Себастьян Фрунчделорензи. Там же, кстати, находится мой промокод, и там же находятся все мои прочие вещи по типу телеграм-канала и всех прочих вещей. Всем спасибо за просмотр, увидимся тут же завтра. Но во сколько мы увидимся, а это уже я не могу сказать, поэтому всем до свидания.